И снова здравствуйте, мы с вами продолжаем выживать в игре Зелон Дарк на славности интерлопер. В общем я тут пожил чуть-чуть, ну один день, у меня кусок мяса был всего один, чтобы восстановить здоровье. Кстати, чай кончается, почти весь уже выпил. Не уверен как он там работает, помогает или нет. В общем, температура нормальная, недавно была буря, но она закончилась и все. Вроде неплохо. Минус 11, без ветра вообще минус 5. Но это еще головешка помогает чуть-чуть. Собрал все, что у нас было, все, что там удалось собрать за поход на Волчью гору и прочее. Ну и в общем-то мы идем. Идем обратно на ГЭС. Там уже будем пытаться охотиться на медведей. Ну не на ГЭС, а где-нибудь на озере аккуратно. Из лука там. С помощью пистолета тоже можно попробовать. Сейчас вот она, вышка. Хороший ориентир слева от вышки, где-то там находится пещера. Вышку мы будем игнорировать, потому что она не точно была и все там осмотрел. Ничего полезного там не будет. Ну может какой-нибудь металлолом оставил, но он нафиг не нужен сейчас. И набрать его можно на том же ГЭС. Мест, где там есть металлолом, очень много. Как ни странно, температура весьма неплохая сейчас. Всего минус 11. Но это с головешкой, она там сколько, 2-3 градуса прибавляет. А не 5, как раньше. Я точно не знаю, как пройти нужно. Мы пройдем сейчас по лесу. Слева там где-то есть пещера медведей и водопад, который мне не нужен. Я там был один раз, когда шел с амбара и зашел слишком далеко направо. В результате потерял ориентир и, короче, заблудился. Это было, по-моему, во время прохождения добычи. И это была неудачная попытка. Еще там есть подъем на канате. Где-то. Не знаю, пойдем вот так вот. И будем смотреть, где можно пройти. Есть, конечно, что поесть, но лучше это оставлять на крайний случай. Пока Медвежатину. Медвежатину, Медвежатину, Волчатину. Блин, не хочется есть вот это Медвежатину, Волчатину. Потому что опасно. Собрасываемся, она уже не работает. Ветер неудачный. Так, это возможно то самое место, где Медвежья пещера и канат. Канат видно. Так, это опасно. А вот и Медведь. Там олень. Его бы разобрать, но, блин, Медведю, как все, не страшно. А зайдем в пещеру согреемся, то сейчас уже будет очень плохо. Ветер мешает. Все же, Медведев припончить с пистолета попробовать. Но получится ли, я не уверен. Тем более, я не знаю, какая там траектория пистолета. Она вроде бы не прямая. Ну, логично, что она не прямая. Только у ружья она прямая. Потому что скорость там большая. А это пуля падает. В общем, примерно как лук. Только как именно не особо понятно. Давай, надо согреться. Побудем здесь, если Медведь придет. Так, главное только вовремя. Медведь не придет. Согреться, не знаю. Можно проще-таки его прибить. Аккуратно. Где он только? Я не вижу, где он бродит. Или разобрать оленя. Но если на костер медведю плевать, то это мега опасно разбирать оленя. Один раз я разбирал волка, на меня напал медведь. Пока я это делал. Он бродил недалеко. Несмотря на то, что, по идее, когда ты ждешь или спишь, звери не двигаются. Ну, по крайней мере, не видно, что бы они двигались. Медведь на меня напал. Но все по канату нехорошая идея, потому что потеряем на руси. Ладно, будем охотиться на медведя там, если сейчас только он не появится неожиданно из-за угла, и я не сажу в него пистолета. Если успею. А вон он где. Не, ну разбирать его на холоде, надо пить костер большой делать, еще ветер может задуть. Надо специально. Тем более я могу в него не попасть. Вообще научиться стрелять из этого пистолета, но единственный способ научиться стрелять, это использовать сохранение. То есть, пытаться не только раз высветить, если ничего не получится, загружаться. Но это же неправильно. Интересно. Да, холодно. Ну что поделать. Так, ну мы проигнорировали подъем по канату, а с этого подняли по склону. Почему вообще нужен этот подъем? Так, что тут у нас? Обычно подъемы ведут к чему-то полезным. Тут что-то ничего нет. В смысле, можно так, конечно, сбежать от медведя, добравшись по канату. Ну там что-то лежит. Ну, скорее всего, просто ветка. Здоровье уходит. Ну, я, конечно, восстановил здоровье достаточно много. И, соответственно, проблем быть не должно. Слишком много я его не потеряю. Хотя холод, конечно, да. Вот эта палка, это... Это волк. Черт, волк. Ладно, идем немножко в другую сторону, но все равно еще далеко от выхода. Надо взять флайер тогда. Флайером удобнее будет. По крайней мере, ну, в прошлый раз пистолет поставил. Хоть я и выстрелил, волк убежал не так далеко и потом просто вернулся. Чтобы меня доесть. Повезло, что вообще шприц был. У меня всего один шприц остался. По сути, наверное, на всех локациях больше не найти. Я не уверен, что есть еще. Я почти все, где что-то могло полезное быть, осмотрел. Может, остались какие-нибудь домики такие. Или бункер на отрадной долине. Ой, в загадочном озере. По-моему, в загадочном озере только есть бункер. Может, в отрадной долине, конечно, еще есть какой-нибудь, помимо вот этого постоянного. Я точно не знаю. А вот на загадочном озере есть бункер один всего лишь. Среди кучи возможных вариантов. Может быть, реально полезное. Это маловероятно, что там будет много полезных вещей. Может, немножко. Так, где-то тут уже пещера. Потерять ее сложновато. Так, а это пещера у олени. А вот этого оленя уже можно разобрать. Главное, поставить костер как-нибудь аккуратно. Так, солнца нет. Придется спичку тратить. На тот костер я тоже подразил спичку, потом же, знаете. Ну, сидеть слишком долго и ждать, пока там солнце выйдет, не очень хорошая идея. костер вот так, чтобы ветер не задумывал. Выживание на свежем воздухе. Книга больше не нужна. Я обещал сожгу, это, кстати, еще и отца килограмма вес избавит. Ну, две книги от килограмма избавит. Вот, рыболова замерзшего надо прочитать. Он поможет. Вот, здесь хорошо поставил, надо будет уголь сюда заправить просто. Все должно получиться. Вроде должен быть защищен. Сейчас-то пока, я замерзаю, пойдем в пещеру, подождем там чуть-чуть, поделаем что-нибудь, например, динтов. Я их полно, но в принципе лишними не будут. Давно весит каждый бинт всего по 0,10. Ветер бинтов будет весить всего лишь килограмм. Это, конечно, достаточно неплохо, но, упа-на, еще и дай. Хорошо, пещера. Еще и дай. Крэкеры, вряд ли, испорченные, они почти не портятся. 24%, но он, блин, не ходит до меньшего. Теперь. А вот, вот эта, как ее, говядина, она попортится, если что. Так, надо подождать примерно 20-с лишний минут, чтобы костер не задуло. Блин, видите, с другой стороны дует. Не вижу отсюда костер. Что-то было. Ладно. Так. Примерно минут 10-15 прождали, может, 20-15. Вышли костер, может, да, его задуло. Черт. Ладно, придется данного делать. Вряд ли попытался. Ну, думал, что удачно будет. Но ветер сменился и придется тут спать часок. Может, ветер пройдет и можно будет спокойненько. Эх, обидно. Здесь солнце хотя бы выйдет, чтобы больше не тратить спичек. Ненавижу. Тут постоянно какой-то ветер. Как же закат и солнце. Нифига нет. Сейчас я поставлю опять костер. Его опять задует, потому что ветер станет в другую сторону. Подождать, пока ветер вообще исчезнет. Закончится. Это будет уже ночь, и придется по-любому спичку тратить. Снова. Неприятно. О, все. Вроде все еще дует. Оставлять труп оленя это не очень хорошая идея. Еще потратить все палки. Так, ну давай. все равно дует. Да блин, давай заканчивайся уже. Мне нужна спокойная погода. Серьезно? я не оставлю труп оленя просто так. Это плохая идея. и два часа. часа. Три градуса. о вроде тихо до холодно конечно но все вот эти снег пошел бурный ну пофиг снег костро не помеха его только поставить правильно и не знаю при может с любой стороны подуть опять рискуем пробует так поставить на него будем тратить и дровину все равно меня целых пять одной дровины хватит потом просто угли добавим то шанс стопроцентный так что париться не стоит вообще ждем вот но сюда волки скорее всего не ходит потому что с кролики бегут это так всегда работает если здесь есть кролики скорее всего волки прямо сюда не придут многие вблизи бродит и можно как бы отравить кролика на волка почему потратил палку наверно теплее было так ладно удаст раз я сделаю как хотел в прошлый раз опять вернемся в пещеру сидим там примерно минут 15 конечно нужно 20 сложно сориентироваться и вход то сейчас я вход потерял ладно неважно теряем здоровье короче видно в темноте вход вот две минуты ладно разбираем оленья чем-то берешь топор 24 минуты здоровье потерял 1 2 4 5 6 и ладно еще поспим на месте как еще восемь минуты 24 минуты разбирал опа вышла волка и он скорее всего кролика убил да они вблизи бродят но не прям здесь не нравится мне то что я 20 минут разбирал но готовим короче чай даже выпьем его сразу чтоб не так быстро умирать какой-то тут таймер не очень правильно оставляет мне лишнее здоровье терять не хотел пять просто еще минуты ладно еще не перед варим как раз пройдет достаточно на самом деле даже больше на вход так будет и тепло нет наверно не будет добавлю еще уголь так это руками в пещере мы поспим всего но всем мало можно руками 4 минут всего это был полный олень конечно конечно стоило все таки нож использовать жаре мясо готовим грибы и шиповник вроде как еще можно приготовить одного угля даже недостаточно при такой температуре опять все неправильно делаю не стоило ставить костюр во время ветра там короче да в принципе все эти ошибки пока что не фатальны а вот полчара вообще разошелся уже двух кроликов что за мудак я конечно по пять кроликов вторых могу поубивать и пособирать но блин он еще рядом со мной бродит на меня не смело пойдет из-за костра волки то его боятся все еще заедем насрать еще одного кролика да сколько тебе там я и при этом не вижу где именно он находится поедает кроличатину вторая у него тоже пришлось к месту ну что то заварим три литра конечно перевес но но это же вода ой не зашибись это точно надо искать вход иначе все будет плохо так вход был по моему тут здесь были висели вот вот здесь уже стоило и тогда его найти пещера на вершине холма погревайся ты уже минус 13 охренеть зашибись и тратим огни короче монет ладно давай тебе надо тратить много угля хотя бы от перевеса избавлюсь если что можно будет потом сбегать поискать в шахтах его еще много должно быть плюс если он возобновляется то это еще лучше вначале было как-то многовато затупал что-то неправильно делал а сейчас я тут буду замерзшим рыболовом как я рыбу не ловил почти усталость осталось вообще на этой сложности усталась такая вещь лучше пусть она будет на минимуме ну по крайней мере сейчас поначалу это конечно лучше пусть она будет на максимуме вот сейчас сейчас на минимуме я конечно бы что позволит поставить немножко здоровья да да я умираю медленно скоро это буря пройдет даже в пещере безумный согрет чёрт надо как бы много поспать но не сейчас потому что усталость отсутствует и добавляйте уже уголь пять минут у меня свежие кишки есть точно не будет очень плохо всего в общем вот волков приманивать есть стежки это не очень то хорошо они мне нужно чтобы починиться починить вещи еще две минуты давай быстрее уже и вот умру от холода на холоде здоровье уходит очень быстро было восемь процентов решил блин одного оленя разобрать и уже 30 все согревайся даже еще угли добавлю потому что все многовато у меня угля блин мы бы вот это вот съем то оно будет портиться на месте надо обязательно устанавливать здоровье по максимуму попробую дойти все все-таки до перехода без приключений только будет закончиться но вот сейчас плюс 29 значит без костра не без костра было бы холодно но а я два угля добавил точно ладно ох а напасту еще час ты сейчас здоровье особо не установишь даже два часа тут буря пройдет если не придется еще угля добавлять дрова уже жалко их мало остается а вот уголь тоже жалко ладно сколько ты еще будешь ну сейчас можно поспать мало здоровья устанавливать будем таким образом ну что поделать мне прижала буря идти никуда и Да, что значит, какой там день, 106-й, 105-й, не важно. 6 минут, добавляем еще угля. Наконец-то, что там вообще по температуре, что так медленно ходишь. Ох, минус 30, ох, неприятно, я не хочу в такую погоду идти, костер есть, будем здесь еще спать. Хоть здоровый таким образом не восстановишь, 65% не хватит, чтобы дойти, главное, главное, чтобы полки не нападали. Поэтому, если что, сразу флайеры вроде все успокоилось. Хотя, в пещере даже будет минус, если подумать, да. Сейчас меня согревает, значит, на улице, наверное, жесть. Ну что, берем головешку. Жесть, что головешка не столь уж теплая, сколько сам костер. минус 17. Да не нормально. Ну что, тогда в пещере 56, наверное, максимум. Так, где-то здесь есть домик охотника. Я в нем, по-моему, был. Только пещеру сама не видел. Я ее вообще не помню. Где б не был-то раз всего. Так. Не налево, да. Где-то домик охотника, но он пустой. Что-то там было, может быть. Не помню, короче. Если найдут, то хорошо. Очень даже не домик. Ой, да какого хрена ты такой мудак? Ладно, сперять из зука я не буду ловить, пока она там тоже. Вот он. Будка охотника. У нее лежит сам охотник. Наверное, уже замерзший. Отсматриваю ли я его. Да. Вот это ничего сейчас нет. Что-то уничтожает. Ладно. А вот и пещера. Вот и... Вот и... Вот она. Вроде бы... Да, вот она. Да, лени бродят иногда. Даже сейчас нет. Окей, я бы не стал еще одного осматривать. Вряд ли хорошая идея. Ну, мягцы мне, конечно, нужны, но, блин... Опять какая-нибудь буря начнется, и все. Еды у меня хватит на целых два восстановления здоровья, плюс немножко камышей придется тратить. Я имею ввиду крекера. Как-то странно. Наверное, этот крекер, когда уже только Респонесси был уже в процентах этих 50, и он просто за 100 дней на 25 где-то просел. Я думаю, что он был стопроцентный. Но, возможно, просто пока ты вещи не берешь, она проседает быстрее. Может быть. Может быть. Не факт. Ну, тогда бы все вещи, которые я нахожу, были бы уже нулевые. Но нет. Ладно. В этой пещере ни хрена нет. Глубушка уже потухла. То есть, использовать, скорее всего, фонарь. Потому что на головушке... Хотя... Как вариант, можно попробовать. Конечно, я буду не так быстро ходить. Что там с солнцем-то? У меня палок-то нет совсем. Ладно, плевать. Потратим немножко фонарь. Вспомню, что палок не собрал. Ну вот, без фонаря тут вообще не без шанса. Не видно вообще ни хрена. Поэтому... Идем обратно на Т. С перегрузом. С опасным количеством здоровья. Можно и в пещере поспать. Но блин... Усталости-то нет. Попробую обойти там волков аккуратно. Как обычно делаю. Вверх там немножко просто пройдешь и все. Немножко сэкономим время. Все пусто. Так, куда идти-то? Что-то я не помню. Вон, неважно куда пойдешь, все равно придешь в одно и то же место. Так, ну, сейчас получится уже без фонаря. Ну, конечно. Нет, короче, без фонаря не без шанса. А пока его зажигают туда чуть лишнее топливо. Тут мало тратится, конечно. У меня почти полный, так что... Тупик. В принципе, тут можно попробовать и по темноте ходить. Если бы у меня было много времени. И не было бы голода. Надеюсь, что... Все камыши выросли заново. Было бы круто. Я так и не уверен, что выросли, что помню. Может, я просто забыл его собрать. Но как я мог забыть и разводить прямо там же костер? Так, все, вот выход. Теперь уже можно потушить и убрать его нафиг. Ну, был факел. Но это на костер разводить. Хотя бы простой. Ну, что у меня там... А, ну, одна палка была. Я забыл про факел просто. Зря. Нельзя забывать про факел. Ну, на АГС использую. Там тоже придется... Какой-нибудь источник света брать. Обязательно. Чтоб дойти до выхода. Три процента. Я не согрелся полностью. Сделаем бинты. Что сделаем? И сделаем хорошим. Все, можно попить. Даже можно было бы кофе попить, но... Мне как раз таки не стоит. Я даже не знаю, зачем оно мне вообще нужно. То есть... В начале этой игры кофе было очень важной вещью. Там надо было постоянно бегать, чтобы не замерзнуть. И бежать далеко. И быстро. Постоянно тратить таким образом усталость. Но сейчас... Сейчас моя основная цель не терять слишком много здоровья и восстанавливать его постоянно. Поддерживать тебя в нормальном состоянии. Чинить вещи. Убивать волков. Ну, ради шкур. Когда не закончатся олени ради еды. Медведи ради медведей. Ради спальник. Спальник-то поможет. Конечно, весит дофига, но на этой сложности он может очень сильно помочь. В смысле... В пещере температура опустилась до минус 11. С моей одеждой со всем этим. Хотя у меня, конечно, шуба немножко потрепанная. Ее не починить, пока кишки не просахнут. Но все-таки... Спальник дает 12 градусов. Я бы мог в спальнике из медведя поспать хотя бы часик там. Или может даже до конца, потому что буря становилась вроде бы послабее. Со временем. Но пока что никаких камышей не выросло. Да, здесь не в самом начале игры был, конечно. А на время скитера был еще позже. Не знаю. Здесь все-таки все это вырастает заново. Просто аж будет очень круто. Я не могу точно сказать. Не помню. Я не все обновления, конечно, не читал. Так, что-то узнавал, что-то слышал, что-то читал. Небольшую часть. Но не было вроде обновлений, где вы написали, что... Теперь... Все вот это растительность заново, собственно, вырастает. Не припомню такого. Может и было, я пропустил. Может кто знает. Кто-нибудь напишет. Это просто было бы очень круто. Так, а вот вроде все там, где-то есть подъем. Можно в пещеру заглянуть, но нет, я не буду. Я ее уже осматривал, так что это будет лишняя трата времени. Здоровья. Хотя... Там можно было бы согреться, но идти уже не так далеко. Он все-таки далеко, но... Блин. И тут подъем. Велк попустил, а не вот здесь вот он. Чтобы случайно не мертнуться на волка, лучше все-таки использовать этот подъем. Если что-то не вижу там волков, то мне пофиг. Я уже привык тут ходить. Проблема в том, что... Я привык тут бегать. Не терять такое количество здоровья. Но увы. Пока что я бегать не могу. Я бы, конечно, не прочь избавиться от этого перевеса. Блин. Все это так важно. Это уже, на самом деле, подно. Все равно я сейчас приду, куда мне нужно. Я от всего избавлюсь. Вот только надо будет обязательно сделать небольшой костер прямо перед входом. Если я туда войду, я уже не смогу потом выйти в том же месте и придется тратить опять керосин. Конечно, я осматривал давно. При таком холоде разводить костер. Я все время еще и получаю добав усталости из-за голода. Я слишком много времени голодаю. Мне здоровья вполне хватит. А там я уже и поем, и посплю нормально. Остану процентов 60 где-нибудь и можно будет идти опять охотиться. Когда будет мясо, можно будет идти охотиться на медведя. Вот что в ущелье оленей заново не спалмится. Хорошее же место было. На фалкере я только там и выживал. Чтобы вообще не заниматься никакими опасными делами. Просто сидел в ущелье, там можно было при любой температуре жить. Теперь равно она слишком низкая не становилась. Собирать деревесину и делать костри. Блин, мне не нравится, потому что так много здоровья тоже потратилось. Тебе эти ящики разобрать, но, блин, придется делать кинь костер, чтобы потом разбирать ящики. Большой костер. Вот с таким навыком-то уже нормально там. А то, так, это вот так не надо отталкивать. Да блин, уже вроде прямо уйду. Так, вот это место опасное. Черт, как же мне это бесит. Почему меня отталкивает? Здравствуйте, прямо, ну. Каждый раз, блин, здесь боюсь. Ни разу не падал, но каждый раз боюсь. Как же по тем вагонам идти? Точнее по рельсам. Тоже, ни разу не падал, но каждый раз боюсь. Ага, и волки все-таки там есть. А то можно было бы подумать, что они пропали. Нужно... Нужно быстро костер использовать рут, хотя он мне не нужен уже. Просто чтобы его бросать. Была бы хотя бы какая-то польза, но я тоже говорил, что абсолютно бесполезный труд сейчас. Он мог хотя бы там давать больше процентов. 95 процентам ты просрал? Ну ты, конечно, мудак. У тебя шанс был всего лишь один в двадцати. Нет. Тебе до двадцати. Ты... Ты... Именно его выбрал. Ах, давай быстрее. Дорога идет. Потому что ему железти не станет. Ну то есть, я думаю, что я успею. Мне просто нужно поджечь факел и все. Дальше уже все будет хорошо. Давай. Быстрее. Так, минута. И опять именно. Тут, конечно, успеть... Все, наконец-то. Какого тринадцать процентов осталось. Неприятное это. Ну ладно. Здесь еще можно будет разобрать ящики. Плюс тут есть инструмент, который мне как бы не нужен, но если что... Если что... А тут я разобрал и, по сути, на газ остались ящики только вон там, в самом верху. Ближе эти нет. Ну, в принципе, с углем-то все вообще охренительно. У вас, в связи с угля, это надолго хватит. Если использовать, в крайнем случае, по одной... В худшем случае, по два. Ну, мы наконец-таки вернулись на газ. С малым количеством здоровья, конечно, но ничего не поделать. Когда сейчас как-то усталость убавлять, иначе я буду умирать. Ну, вот, наверное, за кадром сделаю. Самая суть была возвращение на газ. И починка всего того, что нужно починить. Будем с таким здоровьем. Если она начнет шпилить просто... Будет неприятно. Сначала она начнет состенить здоровье, а потом уже заниматься починкой. Иначе это будет лишняя трата калорий. Вот так вот, бац, и волк бы здесь появился и убил меня. Это была такая подстава. Но, очевидно, что его тут нет и не будет в ближайшее время. Так вот, в принципе, можно будет сейчас уже потушить. Еще мне нужно сделать стрелы снова. Блин. Конечно, зря я, наверное, брал столько наконечников. Они, конечно, сейчас не очень важны, но, блин, если бы я не брал, мне кажется, таких проблем со стрелами не было. То я стрелу потерял. Точнее, даже две, по-моему, потерял. Не важно. То они все куда-то под пол провалились. И осталась только парочка. Вообще как-то все. Зато наконечники есть. Там еще навык будет повышаться. Не помню, осталось здесь какие-то шкуры. Ага. Так. Шкуры, кишки. Срава, два карта. В принципе, неплохо. Как те шкуры доходили до 20, я не понимаю. Может, это было из-за тестовой версии еще? Чуть не помню. Сейчас стало так темно. Причем, как это внезапно. Так, я еще вот эту книгу не прочитал, да? Как-нибудь прочтем. Еще вот эти две книги. Блин, я читать и читать. Так. Да, зачем я столько всего взял? Пофиг. Чиним шопу. Сейчас 47. Сделал это с первого раза. Отлично. Стоило только попросить. И приказать. Непонятно. Короче, ладно. В Польше покачить еще не буду, поэтому все это можно нафиг выкладывать. Перья. Береза. Клен. Книги. Так, что у меня еще есть? У меня есть... Древко. Пока что не нужно. Бинт выложить. Пускай будет 10. Нополь. Возьму. 3. И все еще перевернуть. Будем бегать, ладно. Наверное, это мы пока не закончим. Закончим тогда основное здоровье. так в общем остальное здоровье сколько смог мне там уже штырить начала 8 процентов было пока бегал пришлось немножко еще кстати не уверен я как это получилось на похоже вот здесь вот здесь есть еще ящики я их почему-то не разобрал не видел что ли забыл про них не уверен в общем там еще два ящика есть и один разобрал сейчас сейчас разве здоровье есть время мы будем будем делать стрелы 1 береза лук пока делать не надо но скоро придется там 44 процента резко конечники штуки перья перезвечу вроде были перья сделаем еще три стрелы больше 5 носить с собой не буду да и 5 и тем самым довольно много так ножом на сами стрелы его с руками тут уже не важно стрелы сделаем до 5 перьях собирать и не быстро кончается для меня сломаны стрелы все стрелы пали куда-то в бездну от домика альпиниста какой-то хрень творится неважно чем похоже за кадром какого-нибудь оленя установить здоровье по максимуму процентов до 8 до 90 на олене не хочется тратить просто еду которую мне есть это банка в лично на самом деле банки тут все исчезают после того как ты ешь когда узнал быть как и было раньше петли в кого же стрелы еще можно выложить ничего так ладно что этом закончим вернулись назад все починили как можно конечно не пустить до 100 процентов но это будет лишняя трата теперь осталось только прикончить парочку медведей поры почти все по сути в игре больше особо делать нечего но еще можно конечно прокачать навыки до максимума судьба и звук качается долго очень качается долго рыбалка тоже будет качаться долго но будет я не буду прокачать на медомацию один раз я это делал и тогда это было гораздо проще кулинарию по-любому придется прокачать разделка тоже прокачает сама разведение где прокачается сама а может даже не прокачается здесь это интересное то что там стрельбы и звук и в починке ладно так иначе на этом всем спасибо всем удачи и до следующего раза